Евангелие Матфея, глава девятая Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя веру их, Иисус сказал расслабленному, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При этом некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует». И Иисус же, видя помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите, худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле, прощать грехи, тогда говорит расслабленному, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, увидев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора, пошлин по имени Матфея, и говорит ему, «Иди за мной». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлеглись с ним и учениками его. Увидев это, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные?» Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы», ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое. Когда он говорил им это, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь, ему говорил, «Дочь моя теперь умирает, но прийди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подошедшая сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровью». Иисус же, обратившись и увидел ее, увидев ее, сказал, «Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ смятений, сказал им, «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит», и смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, вошед, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух об этом по всей той земле. Когда Иисус шел оттуда за ним, следовали двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, сын Давида!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему, «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал», а они вышедши разгласили о нем по всей той земле. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, «Никогда не бывало такого явления в Израиле!» А фарисеи говорили, «Он изгоняет бесов силой князя бесовского!» И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много». А делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Десятая глава И, призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцати же апостолов имена суть сии. Первый — Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей-мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем. Симон-канонит и Иуда-искариот, который и предал его. Этих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому всему. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно, говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет сын человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вильзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на крышах. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за Оссарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедаю, и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю, не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать больше, чем Меня, не достоин Меня. И кто любит сына или дочь больше, чем Меня, не достоин Меня. И кто не берет креста Своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберегший душу Свою потеряет ее, а потерявший душу Свою ради Меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. Кто принимает пророково имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведниково имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашкой холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Субтитры создавал DimaTorzok